В области поставили смелый генетический эксперимент. Местные буренки произвели на свет. Иноземное потомство, причем обошлись без иностранных быков. Ну а телят теперь ждут рекордных надоев. Юлия Степина побывала в отважном хозяйстве и узнала подробности. Этому теленку всего несколько дней от роду. Он, а также 10 его братьев и сестер американцы. Эмбрионы в специальных контейнерах-холодильниках привезли через полмира для ярославских буренок. 9 месяцев, что длилась беременность, в хозяйстве волновались. Что получится? Результат порадовал. Прижился каждый третий. Все кушают хорошо. Здоровенькие. Коров, молочная галштинская порода и раньше привозили из Канады, США или Германии в месячном возрасте. Однако этот метод оказался слишком затратным. Прихотливые иностранцы часто не выдерживали утомительного перелета, плохо адаптировались к русскому холоду и новой пище. Поэтому генофонд поголовья решено было улучшать телятами из пробирки. Привитые искусственные эмбрионы здесь на месте, когда они с молоком матери адаптируются к здешним условиям, к здешнему климату. Это дает сильное потомство. Что русскому хорошо, американцу тоже на пользу, говорят специалисты хозяйства. Условия жизни новорожденных янки такие же, как у их русских сородичей. Из теплого маминого живота на мороз. Первый месяц жизни американские телята, как и их русские сородичи, проводят вот в таких вот зимних домиках. Фанерные стены греют мало, но в этом и суть передового метода закаливания. Как видите, холод телятам только на пользу. Они бодрые и общительные. Ну они абсолютно для нас все как дети, ну вот одинаковые. У нас нет разницы, хоть он американец, хоть он там кто. Абсолютно. Мы за всеми одинаково ухаживаем, одинаково кормим, одинаково их любим. На американских коров ярославских хозяйствах возлагают большие надежды. Они должны будут давать в два раза больше молока. Планы у нас на них большие, что это уже телочки с высокой продуктивностью. Ожидаем больших надоев молока от 10 и выше тысяч. Попадут ли телочки из пробирки в число рекордсменок по надоям, станет понятно через три года. Им еще вырасти надо. Но если эксперимент признают удачным, в хозяйстве планируют и дальше завозить эмбрионы. А потом уже создать собственное племенное стадо. Юлия Степина, Анатолий Сахаров, Макс Мазитов. Специально для Пятого канала. Ярославский область.